Кто звонит? Кто звонит? Кто звонит-то у меня? Подожди-ка маленько, сейчас я ищу. Ну, так близко к экрану. Отступи маленько голову назад, поверни. Назад отступись. Нет, сейчас лицо скрылось. Ты сам себя видишь, нет? Сейчас голову опусти. Добрый день, опусти голову маленько пониже. Нет, не наклоняй, просто как-то стул или экран там сделай, чтобы видно. Вот сейчас и корот один видать. Посмотри. Ну-ка. Вот, не видать все равно. Ты себя не видишь, как ты там, как выглядишь-то? Тебя... Видишь, нормально меня видно там. У тебя там, видимо, высокий стул. Попробуй сесть пониже. Никак? Высокий? Да нет, не очень такой он высокий. Повыше можно, который глазок поднять, чтобы он выше на тебя был? Ну, видать, глаз ничего не видать-то. Ну, как так, не видишь себя? Ты ушел вверх. Вверх сильно поднятый. От головы не видно, как сейчас рулетки там мужики сидят так. Попробуй пониже повернуться. Еще, вот, еще ниже маленько, еще пониже. Вот, почти что все, ну ладно. Вот так, опять плохо. Ниже делай, у тебя глаза прям под потолок там ушел. Не знаю, у меня все нормально на камере видно. Вот так вот, ладно, еще пониже сделай голову. Пониже. Вот сейчас ушел опять, не ладно. Ну так, чтобы ты... Вот этот экран-то видишь свой? Так что ты по экрану-то посередке был бы. А ты то вверх уходишь, то вниз. Никого нет там дома-то? Дома кто есть, нет? Дома? Ну да, дома у вас кто-нибудь есть? Папа там спит. Он спит или нет? Да. Ну ладно. Ну потом только не ропщи. Ты будешь как это... Будто ты не человек даже сидишь. Глаз нету, ушей нету. И скажут, а что это, мертвеца достал? Потом будешь обижаться. Так, у нас все выставляется в интернет. Ты не против? Я знаю, нет. Не против. Не против. Ладно, говори, пожалуйста. Я хочу начать изучать земную жизнь Иисуса Христа. Так. Дайте несколько советов. Так, что-то ты там нашел, я не понял. Что ты нашел? На сайте был? Ну, просто хочу земную жизнь Иисуса Христа изучать. Ну... Что мне этого не надо? Мы только начали из храма сейчас. Только-только зашли домой. Были в церкви. Так. Ты... Какие у тебя вопросы есть или что? Чтобы время зра не тратить-то? Ну, вот я хочу начать изучать в жизни Иисуса Христа. Ну, да. Только ты можешь это так... Как изучать? По Библии, конечно. По толкованию святого... Надо сказать, блаженного фефилакта. Это самое лучшее. Это где изучать по Евангелию или по таким детским книжкам, которые... Ну, там уже все... Книжки, книжки, я не знаю, какие книжки. А тут-то я знаю. Вот сейчас поговорим. Я тебе сброшу данные где. Ты можешь с нами участвовать в молитве. В какое время тако вставать надо будет. И занятия когда идут. Чтобы на занятиях был. И тогда у нас изучается Евангелие от Марка. Ты многое там возьмешь. А если вот я, ну... Вы вот на какой еще главе остановились? Там уже, наверное, на 14-й главе, наверное. Ну, а там по роликам... А если вот я... А если я вот хочу от самого начала с вами изучать, то... Кстати, там у нас все записаны тут. Написано пособие по изучению Евангелия от Марка. И ты на нашем Ютубе-то все захвати. Пройди там и найди, где первое, второе, третье занятия подряд идут. Ну, они могут и не подряд даже быть. Там с пояснением, с рассуждением, с очтением. Тебе это очень полезно будет. Ты на нашем Ютубе-то бываешь? На нашем канале? Да, я вас там заглядываю, когда свободное время есть там на канал. Ну, если время нет, то еще и нету. Бог дал время для того, чтобы мы душу спасали, а не просто махали руками. Ты вот сейчас зайди, я тебе снова скину данные. Я тебе давал данные нашего Ютуба. Да, я знаю. Да, и там написано пособие по изучению Евангелия от Марка. Вот тебе уже все. Уроки даны. По порядку. Ну, может быть, они там... То есть... Через сколько? У нас три раза занятия идут. Три раза в неделю. А вот если я именно по скайпу хочу там изучать вместе с вами, а не по записях, как мне быть тогда... Ну, ты там будешь просить... Сергей Павлович, он принимает. Ему там позвонишь. В какой день? Посмотри по времени. Минут на 15 раньше. Ну, как-то на него выйди сначала. Напиши ему. Самому не надо ничего нажимать. И он тебя будет подключать. И на молитву возьмет. А если вот занятия в среду и пятницу проводят, да? Я тебе сейчас скину. И ты по этим зайдешь к нему по данным. Я вот-то знаю, что занятия в среду и пятницу проводятся. Так же? Я не понял. Повтори, пожалуйста, еще раз. Я посмотрела, ваше занятие проводится по средам и пятницам. Да, в среду и пятницу, и по воскресеньям. Ой, и по воскресеньям еще, да? Да, и воскресенье еще трижды. Ну, а еще у нас занятия идут прямо в храме, в трапезной. У нас все в интернете стоит. То есть еще не надо придумывать. Заходи на канале, и ты увидишь, что идут занятия. Так и написано. Занятия. Или пособия по изучению Евангелия от Марка. У тебя все данные уже есть. Сегодня же. А то я думала, что... Ну, вот в будний день я во вторую смену в школу. У нас сейчас пасральные молитвы считаются. Ты на молитву попади с нами утром. Тебе я как дам-то? Сейчас ты... Утром. У тебя, может быть, там уже и не утро, а ночь будет. Тебе трудно вставать будет. А ты сейчас в интернете это уже скину. Я в интернете скину, и написано утро молитвы. И ты открывай любовь, и с нами будешь на молитве. Мы считаем молитву, молимся, кланяемся. Ты понял, что я говорю тебе? Да. Да. На нашем канале там все есть. Все. Тебе не надо даже ждать, когда будет занятие. Ты в порядку бери их и проходи. А вот можно мне сегодня ему написать, чтобы он меня на занятия взял там? Ну, если хочешь на живых занятиях быть, как называют онлайн, конечно, можешь написать сегодня. Расскажи о себе. Все сегодня можно, а еще принимают. Ты сейчас это умеешь? Да. В скайпе там ему прямо писать. Я не поставлю сейчас его данные, его адрес-то, и ты Сергея Пупкова выйдешь. Ты просто не обратил внимания, я же там с тебя скидывал уже. Да, у скайп-предка захожу просто. Ну да. Ты ему только скажешь, что он тебя принял, а как принял, он только знает. Я это не делаю. У меня нет этого. Он главный. И ты можешь участвовать и в молитве, и в занятиях. Но молитва и занятия у нас выстроены в интернете. Так что ты заходи в любое время и молись. Или участвуй в занятиях. Если бы это было на бумаге, тебе труднее было. А так ты прямо участник будешь. Так, еще вопросы? Нету, да? Вопросы? Давай сейчас расстанемся, а ты к нему подойдешь. Мне тут надо уже тоже... Ну, уже нет вопросов, вроде как. Какие у тебя вопросы? Ну-ка, назови. А, еще вот такой вопрос. Можно ли читать книги Ветхого Завета сидя? Можно. Еще вопрос. Ветхого Завета читать. Да, можно, можно. Так, еще вопрос. И еще вот Ветхий Завет, это равносильно по чтению Евангелия или нет? Нет, конечно. Он подготовительнее идет. Это для малых возрастов, так сказать, когда народ еще не был подготовлен. Как младенцы были люди. Им Бог дал такой закон. Но вместе они составляют Библию, Ветхий Новый Завет. Это все от Бога. Автор. Автор. Бог. Дух Святой. А по значимости, конечно, многое нам оттуда берем. Ну, по значимости, конечно, Новый Завет. Это исполнение обетования Божие, что Христос пришел, умер за нас, взял грехи наши. А в Ветхом Завете этого не было. Они поклонялись в Духе, но истины не было. Было только прообраз истины. У них ягненок было, а у нас Христос агнец. Там кровь ягнящая, она не могла очистить от грехов. А за нас пролита причистая кровь Иисуса Христа. Так, все, пока. Да. Все, с Богом. Давай, сейчас я тебе скину. Подожди меня маленький. Давай. Давай.